итак добрый день хотел показать небольшое видео связано с рыбалкой а именно что вот данный элемент так называемая незацепляемая блесна раппала она очень популярна в принципе у рыбаков и мне она тоже очень нравится по работе в траве конечно оригинальная вещь впечатляет эмоциями но есть в ней одна проблема связано это вот наверное вы все прекрасно понимаете с тем что вот в этом месте есть отбивной проводок проволочинка которая препятствует зацепу то есть должно быть что-то подобное то есть вот такой вот элемент но к сожалению они имеют свойство обломаться вот в данном месте потому что постоянные поклевки контакт с травой иногда перехлёст происходит именно за этот проводок и естественно его сгибает противоположную сторону что и приводит к данной ситуации сейчас на рынке данные блесна к сожалению стоят от 800 рублей дороже в зависимости от размера конечно это все накладно учитывая что вот в моем случае поломки происходят очень часто и поэтому сейчас я попробую произвести ремонт данные блесны чтобы уйти от постоянной покупки новых блесен данная блесна это нечистая раппала это китайский аналог и в ней есть вот такая пружинка она играющая но она на самом деле жестковата то есть она может лучше проходить через траву но может в то же время мешать гарантированному зацепу рыбы на раппале вот данная пружина она была гораздо мягче медная и мягче но к сожалению она чаще подвержена вот этому изгибу и поломки ну порывшись в гараже нашел вот такую но есть видите то есть малейшее нажатие все она согнулась есть вот такая то есть но она толстая то например на похоже даже чуть-чуть толстого то как с китайцем но я вот этот момент не хочу повторить и нашел от кабеля такую вот то есть она более жесткая в плане игры и менее изгибается вот скорее всего данную блесну я попробую сделать вот именно с этой вот проволочинки я думаю что она поможет хорошо но в этом случае то есть видите да как хорошо играет вот попробуем ее установить значит из мелких сверлышек я нашел у себя единственный минимальный размер 2 миллиметра но в принципе учитывая что я буду пытаться вклеивать то есть у меня где-то примерно миллиметр может быть чуть поменьше проволочинка я думаю что это все будет нормально то есть зазор мне этот нужен будет сейчас буду высверливать вот здесь вот отверстие и так получилось следующее значит не забывайте что вот этот вот крючок он идет до конца то есть в середине он будет мешать его просверлить не желательно у меня к сожалению даже двоечкой маленько разбилась вот это место но я думаю это не страшно сразу предупреждаю если вы вдавливаете в начале клей а потом будете пытаться ставить проволочинку клей схватывается быстро буквально несколько секунд и вы опаздываете уже и не ставить поэтому почистил вновь вставил вначале проволочинку и уже при вставленной проволочинке произвожу заполнение клеем получаем вот такой результат даем теперь основательно все высохнуть клей высыхает и становится крепким в принципе и неплохо держит и вот сейчас он подсохнет и вот эти все сопельки мы естественно уберем и произведем длину примерно вот по зубу крючка чтобы он не мешал самому крючку ну и в принципе я думаю что мы достигнем того результата желаемого ну хотя бы временного пускай да и я думаю что даже если он уже будет ломаться уже восстанавливать это можно будет быстро и легко поэтому даем подсохнуть и потом убираем лишние вот эти супельки методом проб ошибок мы получили вот такой результат то есть решил я маленько эту часть под загнуть чтоб щука не накалывалась то же время чтоб работала она получше и отбивала траву поэффективнее до от крючка потому что без этого закиба ну не очень скажем так эффект хороший взял этот пример с китайских блесен ну и как я и говорил то есть вот мы запаяли внутренняя часть маленько рифленая загнутая чтобы как бы эффект рычага был не на клей она вот основание вот на вот это вот ну и я думаю что прежде чем эту блесну выкинуть то есть заняло у меня 10 минут вот это все даже если она там через сколько-то забросов или там углов вновь сломается то есть сделать ее установить не проблема чем каждый раз бегать и покупать новую то есть думаю хоть какую-то небольшую но жизнь мы ей продали поэтому дай бог все будет хорошо и эту функцию она у нас выполнит на все 100 посмотрим теперь на воде как это все будет работать